Легкий перекус после получасовой разминки и снова за работу. В Тюменский цирк приехали новые гастролеры. Знаменитая цирковая династия Филатовых-Клыковых с программой «Цирк зверей». Набравшись сил за время отпуска, больше 40 артистов и 30 животных уже приступили к репетициям. Артисты обещают всем, кто соберется в цирк в ближайший месяц, целый калейдоскоп из хвостатых, пернатых и мохнатых. На манеже обязательно появятся акробаты, жонглеры, эквилибристы и воздушные гимнасты. Причем каждый номер – это не только законченная мысль. На манеже будут происходить настоящие соревнования. Изюминка программы – это то, что у нас происходит соревнование между животными и людьми. Так как у нас есть воздушная гимнастка Лена Белоусова, также есть воздушная гимнастка Полина – это обезьяна. Небольшое соревнование. Самый знаменитый аттракцион, который принес известность цирковой династии Филатовых-Клыковых – это медведи, которые выполняют трюки настоящих цирковых артистов. На репетицию с медведями нашей съемочной группе попасть не удалось. Однако артисты уверяют, что номер, который пронесла династия сквозь годы, обязательно увидит тюменская публика. Для любителей острых ощущений цирк зверей приготовил особый сюрприз. Аттракцион с хищниками, которые работают на манеже без заградительной сетки, заставит понервничать не только первые ряды. Заслуженный артист России Андрей Клыков умело управляется с тремя леопардами, заставляя своенравных кошек выполнять все приказы. Помимо больших кошек на манеже появятся и маленькие домашние коты. У нас в семье вообще никогда не было дрессуры кошек. Так получилось, что очень хорошие артисты Вербенко передали номер и я вот сейчас начал пробовать себя в роли дрессировщика кошек. Своенравное животное и что-то делает, что-то не делает. Но больше всего труднее приучить к зрителю, к свету, звуку, чтобы они привыкли к нему и с самой вот этой огромной обстановки цирковой. В репризы в зале обещают шумные волны смеха и веселья, так как в это время со зрителями будет работать клоунский дуэт No Comments. Коллектив цирка во многом состоит из молодежи, поэтому программа ориентирована не только на малышей, но и на детей до 40 лет. Даже клоуны обещают, старых и грустных шуток не будет. Премьерное представление состоится уже 16 сентября в 17 часов. Гастроли цирка зверей продлятся до 16 октября. Владислав Соколов, Юрий Гудок, Рафа Юпов, информационное агентство Тюменская линия.